Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Втоки пропали» «Нет, не уговаривайте, я не возьму» «Я не возьму» «У меня голова скоро лопнет, Александр» «Не лопнет» «Дело такое» «Генеральный задумал эксперимент» «Какой еще эксперимент» «Грандиозный» «Коля, ты где? Опаздывай, давай быстрей» «Грандиозный» «Данные по всем нерастлитым убийствам в стране» «вот теперь вводят в компьютер» Здравствуйте. Здравствуйте. Он систематизирует и объединяет по разным признакам. И дел таких уже целая гора. Круто. Железный конь все-таки идет на смену крестьянской лошадке. Не, ну понятно, у них генеральные-то возможности большие, объединили. Вперед, из песни. Сейчас. Как ты понимаешь, генеральный зашивается. Вот и распределила по регионам для проверки. А городская спустила вниз, в районы. Вот и нам перепала. Ну подождите, а компьютер же никогда не ошибается. Зачем вам проверять? Я тут одно дело посмотрел, волосы дыбом встали. В Москве в пьяной драке торгаши торгаша замочили. То ли арбузы, то ли места не поделили. А в Краснодаре работягу пришибло. Убийство по неосторожности. Ну, понедельник день тяжелый, сам понимаешь. Напарник похмелился и оплошал. А твой железный конь взял и объединил их. По орудию преступления. И какое было орудие? Кирпич, мать его. А ты говоришь, идет на смену. Никто никуда не идет. Как римляне сказали, так и есть. Дуро лекс, сет лекс. Это точно. Что дура, с этим не поспоришь. Я тебе не для спора это говорю. Всем раздаю по одному дело. Ну, заметь, по одному себе взял три. Никуда ходить не нужно. Посмотрел, написал заключение. Есть основания для объединения. Или железный интеллект капец напортачил. И все, гуляй, Вася. Я не Вася, я Сеня. Раевский, я что-то не догоняю. Ты на самом деле юродивый, или притворяешься? Ровенький булы. Черт. Привет. Заспокойся. Знайшов я тобі в еждокі. І залізку, і пляшку, і кроссовки. Да нет. Только штанів нема. Бисак знає, куда вони зникнули. Так, бардак у вас, вот и зникнули. Хм, украинний скрыс бардак. А мы ще недоторканые. Череп, ты по-русски можеш говорить? В совершенстве. Ну так чого ты? А че такой радостный? Да вот, шеф обрадовав. Ну, че там у тебя? Да из генерального, у них теперь компьютер дела объединяет. Ну дай. Так. Апрель прошлого года. Райцентр Плахова. Пропал киномеханик Александр Зуев. Два дня спустя его труп бомжи на городской свалке нашли. Кошмар. Пулевое. Левая щека крест-накрест рассечена режущим предметом. Июнь, Умск. Зацепский Сергей Иванович. Журналист. Автомобиль убитого обнаружен патрулем на проселке в сорока километрах от города. Водительская дверь настиж, труп в тридцати метрах и опять пулевой и на левой щеке два скрещенных шрама. Ну и что? Обрадовал. Да у меня таких приколов на земле. За год с десяток наберется. Чего ты ноешь тут? Плюнь, да напиши им цедулю, мол. Дурак ваш компьютер. Ошибся, поздравляю с Аврамши. Пойдем покурим, а? Я же не курю, ты знаешь. Ну я покурю активно, ты пассивно. Пойдем. Да ну, о. У тебя сигарет, нет? Да ну тебя нафиг. Пойдем. Пойдем, постоим хоть. Здравствуйте. Здрасте. Зойка. Да. Ты богиня. Отдайся, золочуха. А я с мультами не вожусь, только по работе. И чему вы так радуетесь-то, а? А мы не радуемся, мы угораем. Да? Шеф навалял в Зойке кренделей за сарафан. А, ну да. Вы, говори, должны не возбуждать подследственных, а склонять их к признанию. А она говорит, а я, говорит, вот так вот их склоняю. Для этого и вызывал, да? Да нет, все по делу Крюкова, отправили на доследование. То есть, получается, накрылся в отпуск. Вот еще. Все на Людмилу валится теперь. А у тебя как? А у него хорошо. Два трупа с характерными шрамами. А чем характерными? Неуловимый убийца оставляет на щеках своих жертв метки. Только не зэ, а икс. Серьезно? Ну, а что? Погодите, я к самому. Зой! Ну и что? По этим делам вы должны сделать заключение, а не проводить следствие. Вы понимаете разницу, Зоя Михайловна? А потом вы в отпуске отдыхаете. Ну, а шрамы, таких совпадений не бывает. Ну, отдайте Раевскому вашего бомжа. Раевскому у него и так завал. И потом он в прокуратуре без году неделя. А, а себя, Зоя Михайловна, вы считаете ветераном борьбы с преступностью. Значит так, дела объединять запрещаю. У него свое, у вас свое. Но и сотрудничать не запрещается. Может, вместе что-нибудь и нароете. Странные вы люди. То все мозги просверлите, отпусти погулять. А то хлевушка не надо, работы давай. Короче, дал добро, так что будем сотрудничать, Артений Александрович. А как ваш отпуск, Зоя Михайловна? Осенью съездим. Что? Что у нас опять плохого? Здравствуйте. Почему? Здрасте. Почему у вас нет? А потому, Юрик, что у меня сегодня труп бомжа. И лицо у него располосовано, так, как ты показывал. Да ну. Да. Просто молчание и гнят какое-то. И, между прочим, на твоей земле. Хочешь, присоединяйся? Хочу. А кто на место приезжал? Ой, какой-то Филимонов, кажется. Первый раз его сегодня видела. А, Серега. Ну так это я с Михайловичем договорюсь. Переведу стрелки на себя. Филимонович! Все пишешь у нас? Что поделаешь. Э-э-э, это мое. Вон там, возьми. А? Что-то настроение какое-то у тебя небодрое. Да отпуск накрывается. Отпуск? А что я не понимаю, вы все в отпуск собрались? Как по приказу, одновременно. Лето. А кто все? Ну ты. В прокуратуре там обвал какой-то. А что, зимой отдыхать, что ли? Во. Вот такая тема. Подлёдный лов, лыжи. Во. А, один лов у тебя на уме. А что встряслось-то? Жмурик. Бомж. Да господи, Филимонов. Ты что, от бомжа отписаться не можешь? Да такого не отпишешься. Да я ещё дурака свалял. Филина дёрнул. Теперь на контроле. Филина? Да. Ну давай, рассказывай. Была бы воля, я бы прекратил это дело к чёрту имадилу. Анатолий Михайлович, там же ещё два икса. Ну не знаю, что вы там придумали, но если Александр Владимирович просит, я не могу ему в этом отказать, тем более Филимонов уже два года в отпуск рвёт. Здравствуйте. А ему всё не прёт. О, пожалуйста. Доброе дело сделаете, а? Это, конечно, хорошо, когда у оперативника со следователем взаимопонимания. Но если эти взаимопонимания перерастают в кумовство... Анатолий Михайлович, какое кумовство? Это молодой сотрудник, ему помощь нужна, поддержка. Это не кумовство, это шефство. И ради этого шефства ты хочешь ещё повесить себе одного глухаря? Да, готов. И потом насчёт глухаря бабушка надвое сказала. Ну, бабушка сказала, а дедушка уверен. Анатолий Михайлович, Да ладно, шефство, пионер вожатый. Есть. Ну? Всё, дело в копылюсе. Езжай в свой коктебель. Как ты его уломал? Мы с ним вместе рыбу ловим. А, череп, спасибо, спасибо огромное. Я тебе по гроб, с меня причитается. Сочтёмся, конечно. А филин ещё вели узнать? Ну, узнаю. Проверить? Да проверим. Выяснить насчёт новых русских? Выясним, гражданин, начальник? Ага. В чём дело? Здрасте. Уйди в сторону. Сейчас. Капитан Черепица, уголовный розыск. Я вас жду. Я даже представлений не имею, кому уметь кому помешать. А вам, например? Чем? Ну, не знаю. Манерой поведения, образом жизни. Вот у вас машина такая хорошая, а гаража поговаривают нет. Под окнами ставить. Не волновались за неё? Ну, гараж, допустим, у меня есть, просто он в трёх километрах отсюда. А что насчёт тачки, так Митька её каждый понедельник со щёткой, с мылом драил. Какой мне смысл от него избавляться? То есть личной неприязни вы к нему не питали? К нему только жалость можно было питать. Я ему даже предлагал устроиться к себе на фирму сторожем. Предлагал зашиться. А он? А ему как-то всё по барабану было. Апатия. Видать, жизнь его хорошенько переехала. А он не рассказывал, как именно переехала? Я в чужую жизнь без спроса не лезу. А когда последний раз его видели? Да вот, на Медне. Я подъезжаю, он сидит на бордюре. Сто рублей попросил. Подали? Да. А вы, Николай Сергеевич, филантроп. Нищим подаёте, падших поднимаете, да? А вот этого не надо. Я, между прочим, тоже не серебряной ложечкой во рту вырос. И мы и мать с отцом всю жизнь у станка простояли. И как человек скатывается, я не понаслышке знаю. С каждым может случиться. Это точно. Музыка Музыка Забавно. Что именно? Вникай. Киномеханик не вышел на работу. Но? Через два дня труп. У журналиста из Умска наутро было назначено интервью. Но зачем ты на ночь глядя? Он тащится за город, и вместо интервью тоже труп. Замечаешь сходство? Поясни мне, какое сходство я должен заметить, я его замечу. И тот, и другой не ночевали дома, значит, они с кем-то встречались. Судя по всему, они знали убийцу. Зоя, ты меня извини, но в дедуктивный метод я не верю. Сидя вот так вот на стуле, ты ни в чем не разберешься. Так что все теперь придется заново пройти ножками, ножками. Ты сколько в прокуратуре? Год. А я три. И что? А вот и не подеретесь. Что новенького? А, не богато. А может так, чтобы я тоже что-нибудь понимала? Учи языки. Так, брейк. Зоя Михайловна, а я вашего бомжа установил. Где спасибо? Спасибо. Ну-ка. Вот, Ковалев Дмитрий Константинович, в прошлом спортсмен, победитель семи региональных чемпионатов под дзюдо. Ого. Потеряшка, пять лет в розыске, как ни попался, непостижимо. Ну, правда, его там жильцы всем домом крышевали. Да, выходит, наш бомж-то с биографией. Все люди с биографией, просто не все мемуары пишут. Ну да. Ну, вот это уже яснее. Ну, так поделись соображениями. А когда я начинаю делиться, надо мной тут иронизируют. Ну, шо вы как маленьки, а? Давайте по делу. Шрам — это знак, подпись на щеке, да? Значит, преступник хочет, чтобы мы знали, что это его рук дело. Следовательно, его и жертв что-то связывает. И наша задача — эту связь выявить. Не профессия, а социальное положение тоже у всех разное. Остается что-то в прошлом. Непостижимо, Холмс, я потрясен. Так, вы что, переутомились, да? Все по домам. Зоя, продолжаешь копать биографию бомжа, я еду к киномеханику, соответственно, на тебе журналист. Все. М-да. М-да. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, где есть Умская правда? Подскажу. Где я? Вот туда пойдешь, прямо, потом направо повернешь. Ага. И там чуть-чуть. Я понял, спасибо. Туда, да? Да. Ага, спасибо. Вчера город потрясла трагическая новость. Не стало Сергея Зацепского. Блестящего журналиста, прекрасного человека, непримиримого борца со злоупотреблениями власти. Сергея убили, потому что другого способа заставить его замолчать не было. Ну вот, собственно, моя статья памяти друга. Здесь я обличаю, знаете, в духе золя. Это вам экземпляр. Спасибо. Верю, верю, вы разберетесь с этим делом. Журналисты сегодня смертники. По краю ходим. Но вот это вот оставлять безнаказанным нельзя. Скажите, а вы хорошо знали Зацепского? Может быть, дружили? Ну, понимаете, я статью так для большей полемичности назвал. А на самом деле Зацепский был очень замкнутый человек. Такой отшельник. Ни друзей, ни баб. Ну, как я мог его знать? Он полгода как в Умск приехал. Откуда? Да я не помню. Вы знаете, документы в сейфе, а сейф закрыт. Зам мой в отпуск отъехал и ключи с собой прихватил. Ну, вам, впрочем, в уголовном розыске все расскажут. Только вы с ними поосторожней. Они с властями связаны, а власти у нас с криминалом. Так что они вам начнут мутеть, запутывать. Но вы твердо стойте на своем. Я понял, спасибо. Вы сейчас куда? В розыск. Да вы знаете, дорога у нас не близкая. Да и трамвай нам до сих пор не провели. Да я так. Генныч! Да? Не спи, замерзнешь. Отвези вот товарища из Святославля к ментам. Я занят. Чем ты занят? Опять нажрался. Да я так дойду. А ты дворами? Дворами? Спасибо вам огромное. Спасибо. Я доберусь. Спасибо. Подбросите? Конечно. Садитесь. Спасибо. Ну, пошла. Пошла. Хорошо. Генныч, ты совсем оборзел? Куда прешь-то? Куда надо. Епихин, не берещи ты, не берещи. Иван Андреевич, что тебе Васька сделал? Я не против Васьки, я против говна на территории. Я тоже против говна. Это кто, говно? Товарищ Раевский, из прокуратуры. Арсений Александрович. Коликов, Иван Андреевич, очень приятно. Взаимно. Начальник УВД, с утра вас ждем. Да я в редакцию заходил. А, в редакцию. От этого шипзика избавиться очень трудно. А с чего начнем? Дело посмотрим или на место преступления? Ну, пожалуй, давайте начнем с места преступления. Ага, хорошо. Значит, опять на Ваське. С бензином туго. Калугин! Калугин! Петр Ильич! Следователь Калугин. Да тошный черт. Вел это дело. Калуевский Арсений Александрович. Ну, все, давайте. Садитесь. Разворачивай, Геннадьевич, поехали. Ну, пошла. Ну, как? Так, ну да. Такси так такси. Так, такси так такси. Ох ты, зеркал. Так, Зацепский действительно что-то разоблачал, кого-то раздражал. Арсений. Александрович. Арсений Александрович, значит так, у нас в городе одно предприятие и один хозяин. Так, так, так. Вот вся бизнес-элита. Чего разоблачать-то? Так о чем же он тогда писал? Ну, о чем писал? Ну, городские сплетни пересказывал. Кто с кем спит, кто кому морду набил, кто сколько выпил. А когда не хватало городских сплетен, он из московских газет переписывал. В общем, журналист на букву Ж. Жо. Желтая пресса. Желтая пресса. Так вот, а чем он раньше занимался? Надо еще покопать. Дело еще не закончено. Закончено. Все закончено. Я говорю, не закончено. Закончено. Все, приехали. Значит, там машина, машина стояла там, здесь детская площадка, здесь, а здесь лежал труп. Где? Где Калугин стоит. Так, а следы какие-нибудь нашли, обуви, шин. И уже гаишники обнаружили. Пока мы приехали, здесь, ну, все затоптали. Да, как стадо слонов прошло. Ясно одно. Зацепский приехал в условленное место. Они здесь с убийцей стрелку забили. Общались не меньше четверти часа, потому как под деревом обнаружили пять окурков жетана. А жетан курил, чуть не задохнулся. А он курил каждый день, представляешь? Экстремал. Затем, судя по всему, убийца неожиданно выстрелил ему в грудь. Да, пистоль нашли, но без биографии. А щека? Так в деле же все описано. И фото, и протокол. Крест-накрест. Ковалев потом в универсаме работал. Охранником. Ну, его и оттуда выперли. И все по этому делу. И попался на крючок аферистом. Подмахнул по пьяне договор. И остался без квартиры. Тогда о таких историях тьма тьмущая была. Куда деваться? Прибрел к Марковой. Сестра все-таки. Но она и сжалилась. Пустила жить. А зря. Такое мое личное мнение. Вот. Хозяйка! Проходите. Хозяйка. Вот привел к вам. Здравствуйте. Старший лейтенант Овечкин. Пустила его в дом. А как же было не пустить? Какой-никакой, а брат? Кровиночка. Ты это, кончай рыдать. Он тебе жизнь сломал. Так я ведь что думала? Вылечу. Выхожу. Что он за ум возьмется? А он? Дам денег. Пропьет. А не дам так. Украдет и все равно пропьет. Толика говорит. Убью, говорит, его. Толик, это муж ее. Димка, тот вечер такой пьяный пришел. Толик его так и сбил. Так и сбил. Я уже за руки его хватала. Говорю, не надо, не надо. А он и кричит. А ты выбирай, кто тебе важнее. Муж или брат. И вот ушел. Вот такая история. И за что ей такие напасти? Хорошая баба. Хозяйственная, добрая. А муж через две недели ушел. Сказал, что их отношения разрушены. Я не придумываю ничего. Но она осталась у разбитого корыта. Ну что ж, пора нам откланяться. Вы идите, Зоя Михайловна, идите, а я тут побуду. Надо же ее успокоить, да? Спасибо большое. До свидания. Ну что ты, дорогая, ну что ты так расстроилась? Ну все бывает же. А хороший мужик был. Мужик-то? Честно. А как же? Я же из милиции, мне врать нельзя. Мужик-то ничего. Но только балбес. Вот что я скажу. А это в чем выражалось? То части перепутает, то забудет перемотать. А тут наловчился. В конце. На три минуты раньше второй проектор включать. Зачем? 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 А сколько набегает за сеанс-то? Минут 15-20? Вот он раньше домой уходит. А ему наплевать на зрителей, что они путаются и не понимают, что там происходит. Главное, они понимают, что он торопится-то. С женой он живет, как кошка с собакой. Угу. Ну он, собственно, в тот день-то с утра должен был работать, да? Ну да. Ну да. Меня и выхватили с кровати-то. И сеанс задержали на полчаса. И что вы тогда подумали? Да что подумал. Ну, надрялся, да и проспал. Что там, в первой, что ли? Не в первой. Ага. А потом жена позвонила директору, и это самое, сказала, что его не было в ночь. Там менты навалились. Ой, я извиняюсь. Да и все. Милиция приехала. А потом мне сказали, что его нашли на свалке с порезанным лицом. Ужасно. Так было на самом деле, да? Так. Жалко мальца. Ну что, может, помянем? Да не. Давай. Ладно. Какой-никакой человек. Ой. Давай. Итак, убийца на каждом месте преступления оставляет метку. Два перекрещенных шрама на щеке покойника. Действует хладнокровно и расчетливо. Судя по всему, нарезы наносит, когда жертва уже мертва или ранена. А жертв вроде бы между собой ничего не связывает. Первый скромный киномеханик, второй провинциальный журналист и третий опустившийся спортсмен-бомж. Угу. Но все три жертвы, судя по всему, знали убийцу. И, очевидно, встречаясь с ним, не предполагали, чем эта встреча закончится. Работа их объединять не могла, интересы тоже. Возможно, они друзья с юности или с детства. Ковалев хотел его железякой огреть. Так приятелей не встречают. Ну тогда... Ну я тогда тоже ничего не понимаю. Должно что-то быть в их прошлом, что их объединяет, понимаешь? Этот твой журналист, откуда он взялся? Почему у него нигде сведений нет? Может, он фамилию сменил? Эх, не докопали мы, не докопали. Ну все, я пришел. Как, ты здесь живешь? Ну да, удобно, правда? Пять минут от двери до двери. А чаем напоешь? Напою. Пойдем? Еще у меня есть вкусный тортик. Хочешь тортик? Тортик? Ну да. Ну можно. Еще тетя Ешка тоже сладкая. Отлично. Тортик, вареница, сахар. Где сахар? Тетя Ешка, где сахар, а? Да. Пожалуйста, товарищ прокурор. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Так, ну я пошел. У тебя с ней серьезно? У меня с ней ничего. Мы просто коллеги. Ты же знаешь, что я не люблю вот этих вот всех разговоров. Конечно. Все, я пошел. Ну, дай поцелуй. Иди. Подожди. Ну все, все. Все, все, все. А вот и чай. Давай стульчик. Давай, давай, давай. А это кто? Твоя жена? Твоя жена? Вы что, расстались? Нет. Мы не расходились. Ну а где же она тогда? Ее сейчас нет. Познакомишь потом? Как-нибудь. Ты знаешь, пожалуй, не надо чая. Уже поздно. Я боюсь, я на автобус не успею. Зоя, я... Ну не надо. Не провожай. Не стоит. Зоя, ну... Зоя! Зоя! Не провожай меня. Черт. Ну что, сидим? Кого ждем? Тут грязно. Ой, господин старший милиционер, не надо грязи. А у меня-то уфли чистые. Я могу болотни кидать. Не нужны мне твои болотники. Добрый день. Здрасте. 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 Добрый день. Ну, рассказывайте. Здрасте. Здрасте. Я его веслом подтолкнул, а он через пять минут опять подплыл. Ну, тут я разглядел, что не бревно это. Вытаскивать надо, ну. А как? Я на него сеть накинул. Вот так мы его и вытащили. А сеть зачем? Вы браконьеры? Тятя, тятя, наши сети и притащили мертвеца. Посмотрите, какая странная штука. Ни груза, ни веревок нету. Да. То есть на дно его отправлять не собирались, да? Да. Получается так. Ну что ж, глянем. Труповозка едет? Угу. Алло, Михалыч, привет. Филин, извини, что в такую рань. А, ты уже бдишь? Ну, правильно. Михалыч, на прошлой неделе я к тебе приезжал по поводу трупа. Бездомного, да. А кто его ведет? Ага. Как? Черепица? Что за странная фамилия? Ну, у меня это понятно, у меня редкая зоологическая, а у него какая-то строительная. Ты телефончик не дашь мне его? Да видишь, тут, тут труп, похожий на, как и было, да. Извините, как вас по имени-отчеству? Я запамятовал. Я не говорила. Зоя Михаловна. Отлично, Зоя Михаловна, вы сейчас увидите то, что вам кое-что напомнит. Давай. Зрелище неприятное. Не для слабонервных. Что поделаешь, места у нас рыбные, причина смерти, проникающая в грудь. Ну, а мы здесь при чём? Как при чём? Шрамы. Шрамы? Где? Шрамы есть. Просто его рыбёшка погрызла. Поэтому не сразу разглядишь. Вот они на левой щеке. Крест-накрест. Известный, неизвестный? Кто? Труп. Широко известный Ларачев Сергей Сергеевич. Не слыхала о таком. А вы водку пьёте? Нет. Курите? Нет. Ну, тогда понятно, почему не слыхали. Каждая вторая бутылка, две пачки из трёх, это его. Он магнат. Так, ну что, я в фирму покойного. Клюев там носом роет землю, может, чего и наркопал уже. Но мы все занимаемся этим делом. А, я, кстати говоря, с вами не поеду. Мне ещё тут нужно по одному вопросу нужно справиться, так что... Давай, Юр, пока. Зоя Михайловна, все это многовато. Вот Раевского возьму с собой по старой дружбе. Зоя, может, ты с нами? Вас подбросить? Нет, спасибо, я своим ходом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Не для слабонервных. Что поделаешь, места у нас рыбные. Причина смерти проникающая в грудь. Ну а мы здесь при чём? Как при чём? Шрамы. Шрамы? Где я? Шрамы есть. Просто его рыбёшка погрызла. Поэтому не сразу разглядишь. Вот они на левой щеке. Крест-накрест. То есть выходит, последний звонок из офиса он сделал своей супруге. Да не он ей, а она ему. Вот не видите сбоку буквы ВХ? Значит входящие. На пороге поймала. На пороге? То есть он всё-таки вернулся к себе в кабинет? Да нет. От меня говорил. Торопился очень. Угу. О чём был разговор? Она спрашивала, когда он дома будет. А он говорит, у меня ещё встреча. Жди так часам девяти к десяти. Три. Точнее к десяти. Встреча. А с кем встреча? Ну мне откуда знать? Ну вы ж фиксируете. Если он мне ничего не сказал, значит встреча была не по бизнесу, частная. А мне рамки переходить не положено. Известный, неизвестный? Кто? Труп. Широко известный Ларачев Сергей Сергеевич. Не слыхала о таком. А вы водку пьёте? Нет. Курите? Нет. Ну тогда понятно, почему не слыхали. Каждая вторая бутылка, две пачки из трёх, это его. Он магнат. Так, ну что, я в фирму покойного. Клюев там носом роет землю, может чего и накопал уже. Но мы все занимаемся этим делом. А, я, кстати говоря, с вами не поеду. Мне ещё тут нужно по одному вопросу нужно справиться. Так что... Давай, Юр, пока. Зоя Михайловна, все это многовато. Вот Раевского возьму с собой по старой дружбе. Зоя, может, ты с нами? Вас подбросить? Нет, спасибо, я своим ходом. Сергей Сергеевич обычно к одиннадцати появлялся. Двенадцать его нет, час нет, телефон разрывается. Я не знаю, что людям отвечать. А чего же вы не позвонили ему на домашний, на мобильный, не выяснили, в конце концов, в чём дело? Не положено. Он не разрешал к нему звонить. Я к Евгению Абрамовичу, а он говорит, переводи звонки на меня, Сергея Сергеевича некоторое время не будет. Он сказал, что задерживается. Я очень сильно переживала и не знала, что делать. И что же вы подумали? Я не подумала, я почувствовала. Нехорошее что-то. У Евгения Абрамовича такое лицо было. Какое такое? Не знаю. Каменное. Ну, а потом? А потом. А потом выходные. А вот сегодня вот вы приехали. Но я нарушила. Я не смогла. Я всё-таки позвонила к нему в воскресенье на мобильный. И что? Абонент вне зоны. Абонент вне зоны. Привет. Здесь? Ой, Клюшка, привет. Привет. Проходи. Вот что, Люда. Мило. Вот что, мило. Приведите себя в порядок, успокойтесь. Подумайте, может, ещё что вспомните. Да. Ну, как успехи? Пока не особенно. На какую-то встречу поехал. Обещал быть дома в десять. Ну и с концами. Ой, сейчас буду колоть его зама. Может, он знает, что за встреча была, где эта встреча была. А ты, кстати, поговори с местным Мегре. Видел там майор сидит в коридоре? На помидор похож такой круглый. А, с такой вот. Да, да, да. Вот. Он говорит, что у него есть какая-то информация по покойнику. Но мне не говорит. Твоей крови жаждет. Твоей крови жаждет. Как вы, может, вы... Твоей крови жаждет. О, еще не встречай. Твоей крови жаждет. И вот. Осторожно. И вот. И вот. И вот. Из-за того, честного. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Дмитрий Сергеевич, мы с вами уже второй раз знакомимся. Пантелеев, криминальная милиция. А, припоминаю, припоминаю, извините. Проходите. Ну что вы, что вы. Здрасьте. Столько народу, всех и не упомнишь. Здрасьте. Клюев сказал, что у вас для меня есть интересная информация. В том-то всё и дело, что информация есть, а вот, а вот улик нету. А если бы были, можно было бы цейтлинно. Ой, как хахахаха. Хвост прищемить. Это кто? Цейтлинта. Зам Ларочевский. Евгений Абрамович. Он здесь? Ну, а где ж ему быть? Конечно, здесь. Вот надо только заставить его вот этот сейф открыть. Что в нём? В нём хобби Ларочева. Клюшка для гольфа? А вы попросите Евгения Абрамовича открыть, увидите, а я вам помогу. Подскажу возможный мотив убийства. Привет ещё раз. Привет. Дамочка-то в очках. Кому приходила? К вашему приехала. Жена, наверное. А, Ларочева. Ну и что, опознала? Извините, пожалуйста, а вы супруга Ларочева, да? Да. А вы опознали труп мужа? Ты кто такой? Тебе что надо? Поль в пальто, руки не распускай. Простите, я не знаю, как вас величать. Лилия Борисовна. Лилия Борисовна, мне нужно задать вам несколько вопросов. А что я должен был сказать сотруднику, что генеральный пропал и вы ищет милицию? Началась бы паника. Партнёры просто с ума бы сходили. А у нас ведь крупное дело, серьёзные деньги. Понимаю. Народ спаивать не лапте плести. А вы как будто водки не пьёте. Да пью, пью. Сами-то как догадались? Пожалуйста. Евгений Абрамович Цейтлин? Да. Подполковник Филин. Сядьте, пожалуйста. Мне необходимо осмотреть содержимое сейфа господина Ларочева. Да, но. Вы отказываетесь оказать помощь следствию? Я? Да нет. Просто, просто все ценные бумаги хранятся в моём сейфе. Пожалуйста, осматривайте. Я говорю о сейфе Ларочеву. У вас есть ключи? Да, но, Сергей Сергеевич, хранил всё ценное в моём сейфе. Там сугубо у него личное было в сейфе. Вот он меня и интересует. Откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста. Если бы я всякий раз нервничала, когда он ночевать не приходит, давно бы уже в сумасшедшем доме была. Всё равно ответ был один. Дела. А дела у нас делаются в стране. Почему-то в саунах, ресторанах, казино. Только не на работе. Ну, мне кажется, вы не очень опечалены его смертью. Просто я была к ней готова. Иначе закончить бы не могло. Почему? Потому что возил компанию с уголовниками. Мамонтова знаете? Ну да. А Щербакова? Ну да. Два исхода. Пуля или тюрьма. Третьего не дано. Ну да, да. Невозможно водочный бизнес делать с чистыми руками. Ну что же вы одного-то без охраны отпускали? Потому что он считал, если корешиться с бандитами, значит заговорён. Вот так. Лиля Борисовна, а мне кажется, вы, по-моему, совсем не переживаете. А вы слёз хотите? А я всё выплакала. Авансом. А я всё выплакала. 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 Номер. Горячие попки. Это что? Порноха. Но я вижу, что неспокойной ночи, малыши. Бамбук. Слушайте, видать, он был любитель. Не любитель, профессионал. В смысле? Смотри, сколько. Боже, сколько раз я ему говорил. Боже, Серега, завязывай ты с этой хреновины, завязывай. Все, как об стенку горох. Что? Он что, производил порнографию? Ну да, да. Это домкассета для потенциальных покупателей. Вот вам и потенциальный мотив. На свистине понял. Извините, Сергеич, вы бы свою дочку на такой кассетке увидели. Что с совы родителям сделали бы, а? Боже мой, я же миллион раз говорил, миллион раз говорил. Завязывай с Серегом, блин. И где он промышлял этим? Ну, есть адресок. У них там студия не хуже, чем на телевидении. Хм, вы-то говорите, как будто там уже бывали. Если вы знали, где кто, почему не разобрались? Так ведь брешь в законодательстве, Дмитрий Сергеевич. Так ведь не поймешь, где порнография, а где эротика мягкая. Надо их брать. Не надо. Я сказал, надо. Надо. Дмитрий Сергеевич, там такой клубок, не хотелось бы тревожить раньше времени. Ну, понятно. Телке, которая в порнучье снимается, видимо, ему и барабанят. Не то слово. Видимо, он тоже доли в этом бизнесе имеет. Ну, да, наверное. Э, чувать вы там. Хватит болтать. Юнга, садись. Клюшка, а ты разберись с секретаршей, может, еще что раскопаешь. Олечка, Олечка. Ну, скоро, а? Мы гримируемся. Они гримируются. А это что, нужно два часа? А я при чем здесь? Коленька, ты так готов? Вообще-то готов, но конкретно-то я еще никого не видел. А фантазия? Фантазию надо включить. Сцену прочел? Ну, да. Ну, по факу ли там все просто. Они, твои ученицы, не могут сдать экзамен. Ты их приглашаешь домой для углубленной, так сказать, переэкзаменовки. И вот здесь, Коленька, должен быть сразу. Урагав, буря, стихийное бедствие. Инда мне там, сюси-пуси. Мне нужна брутальность. Понимаешь? Понял? Нет. Алик, объясни Коле, что такое брутальность? Брутальность? Ну? Ну, это... Грубость. Грубость! Понял? Ольга, ну скоро вы там? Мы готовы. Так. Так. Хорошо. Девочки, прошу. Угу. Так, хорошо. Ну как? Гениально! О, на сто процентов! Я готов! Ну, наконец-то, где их чёрт носил? Ну, наконец-то, где их чёрт носил? Есть камера? Десятиклассницы три, сорок один, дубль первый. Настя! Его чёрт понесёт! Алик, посмотри, кто там! Эй, опять я, что ли? Открывай, закрывай. Никакого творчества! Эй, ну, кто там ещё? Ай! Вперёд, пошли! Ну что, пойдём потихонечку? Куда торопиться? Всё, чисто! Пойдём, пойдём! Что вы говорите? Какой ужас! Хватит клоуничать! Да тихо ты! Вы хотите сказать, что вы не знали о смерти Ларычева? Откуда? Да мы сутками из подвала не вылезаем, а телефоны отключаем, звук-то живьём пишется! Когда вы видели его в последний раз? Месяц назад он передавал сценарий и аванс. Он всегда был пунктуальным и кристально честным человеком. Он на съёмках не появлялся? Нет, никогда. У него, знаете, было доверие к творческим людям, деликатность, а это в наше время большая редкость. Он только писал сценарии и финансировал, а кастинг, съёмки, монтаж, всё это делал самостоятельно. Сергей Сергеевич понимал, что нельзя стоять у художника за спиной. Он был настоящий продюсер. Может образоваться так, что вашего кино больше не будет. Вы знаете, что полагается за изготовление распространения порнографии? Кто порнография? Ты хоть знаешь, что идей! А что вы говорите? Да успокойся! Мы эротику снимаем! Куда ты лезешь-то? Эротику ты снимай! Эротику! Эротику! Взять ты! Эротику! У девчонок паспорта-то хоть есть? У меня есть! Эротику! Эротику! Кто? Мамонтов? Сильная фигня! Слушай, давай я тебе перезвоню. Угу. А ты рыщи дальше! Что там у Кульвива? У Ларычева в фирме, в штате фирмы числится некто охранником Мамонтов Денис Аркадьевич. Знакомое имя? Нет. Так вот, у него оклад сто штук. Нормальный ход? Отлично. Так что это за Мамонт? Слушай дальше. Сидит на бензине, каждая третья колонка его пасет проституток четыре ходки. Таких людей знать надо. Какие наши дальнейшие действия? Ну, мы нагрянем к нему, если он нас примет. Ну, а там по обстановке. Ну, а я, пожалуй, здесь останусь. Хочу с артистками поподробнее побеседовать. А то, боюсь, ваши оболтусы тут мне дров наломают. Ну, а я с ними ласково, по-девичьи. Ну, ты смотри, чтобы жена с тобой потом подробнее не бесит. До свидания. Пока. Ну, как, дед? Да как, как. Третий месяц уже в больнице валяется. А тетка пилит скрипку? Ну, да, пилит. Пилит и пилит все. Ну, а вообще как? Да как, как. Сам видишь, работаю я. А в личной? Да никак. Ясно. То есть ты хочешь всю жизнь бобылем прожить, да? Дим, да какой я бобыль? Я в этих делах вообще не бум-бум. Я, я вдовец. Зануда ты. Да ну тебя. Ты хочешьу? Так. Поехали. Так. Да. Так. 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 Дмитрий Сергеевич! Сергеевич, Дмитрий. Денис Аркадьевич вас ждёт, так ждёт. Прошу, проходите. А в честь чего такое приём? Потом расскажу. Понял. Проходите. Дима! Дмитрий Сергеевич. Извини, погорячился. Это я от радости. Ну-ка, дай я на тебя посмотрю. Ух ты какой! Прошу, прошу. Дорогой Дмитрий Сергеевич, я перед вами как на рентгене. Сам всю голову сломал. Не знаю, на кого и грешить. Спасибо. На себя не пробовал? Да не режут курицу, несущую золотые яйца. Где мотив? Подождите, ну, вы же Ларычева крышевали. Может, он просто от рук отбился, начал себя плохо вести. Вот и мотив. Вас, простите, как? Арсений Александрович. Арсений Александрович, для этого вы ещё очень молодой человек. Дикий рэкет в прошлом. Сейчас он превратился в деловое сотрудничество, взаимовыгодное, между прочим. Хочешь сказать, что вам делить было нечего. А ты возьми-ка санкцию, подними финансовые документы и увидишь. Мы с Ларычевым за день из Алты наделали миллион. Ну, подождите, это же не все ваши, что-то же его. Ну, конечно. Мои деньги, его мозги, которые, между прочим, на базаре не купишь. Не знаю, как пойдёт дальше, не знаю. Тяжеленько мне будет сейчас, тяжеленько. Ну, сам искал заказчика? Да нет никакого заказчика. Почему так уверен? Если бы было предупреждение, я бы знал, кто предупреждает. И потом, это же не первый труп, который нашли, со шраму на щеке. Слушок ходит, что это маньяк орудует. Серийный убийца. В молчании ягнят. На кой ляд мне такое кино? А откуда у вас столь подробная информация? Откуда вы знаете это? Кто владеет информацией, тот владеет всем. Если бы я её не знал, то плавал бы не в бассейне, а в омуте. И был бы не живой, а мёртвой. Спасибо вам. До свидания. Странные у вас с ним отношения. Ничего странного. В девяносто первом году один его коллега твой пытался паровозом пустить по крупному делу. Ну, я ему разъяснил кое-что. Ну? Чтобы не подставиться. Вот в результате вместо червонца ему дали трёшку. Теперь он мне благодарен. А вообще он не очень на бандита-то похож. Ну, он не из быков, он мошенник. Прости. Сейчас отвечу. Серёга. Да, Серёг, я тебе перезвоню. Давай. В филармонии администратором работал. Ну? Образованный, литературу знает. Вот так-то. Ну, вообще-то он мошенник. Да не все мошенники. Какой он бандит, не знаю, но он мошенник. У Зуева три привода за драку. Мимо, Зуя. У Ковалёва только за пьянку. Хотя, ты знаешь, он вообще дюдаист. Мимо. Ни Ларочев, ни Зуев спортом вообще не увлекались. Ага. Погоди, 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 погоди. А вот девочки Ларочевы, которые снимались в этом безобразии, может быть, среди них действительно была возлюбленная или дочь убийцы? Да нет, Зуя. Дочек из убитых вообще ни у кого не было и нет. А вот этот желтогазетчик Зацепский? Зуя, да это вообще непонятно кто и непонятно откуда. Да. Вся надежда только на Филина. Все одного года рождения, и все родились осенью. И проверять нужно все. Институт, школа, двор. Так, слушай, ты права. Ну ладно, все, я погнал. Давай. Слушай, Дим, помоги, а. У нас один труп в Умске, странный какой-то, родом из Октябрьска. А записи о рождении вообще нет. Мог фамилию сменить. Да пока не ответит, убийца еще нагуляется. А у тебя быстрее выйдет. Мы же район, а ты городской. Тем более фамилию можно в любом ЗАГСе страны сменить. В базе данных нет? В базе данных нет. Ну давай, высылай документы. Помогу, чем смогу. Спасибо, Димка. Хотя пол-литра не отделаешься. Ну перестань. Спасибо, давай, я погнал. Спасибо тебе. Давай, пока. Господи. Только не это. Черт. О, привет. Привет. Чё так рано-то пришел? Да, день выдал Соплевой. Всего один труп. Зато какой. Ой, замолчи, пожалуйста. Ты же знаешь, я не люблю твоего дурацкого этого юмора. Вам долго еще, а? 15 минут. А, ясно. А у нас есть беруши, а? Есть. Я пошел за берушами. Шутник. Арсений, иди ужинать. Я не хочу есть. Я не хочу есть. Все одного года рождения, и все родились осенью. И проверять нужно все. Институт, школа, двор. Так они же одного года. Сослуживцы. Так, сослуживцы. Они одного года. Так, иди ужинать. Хватит уже меня доводить. На скелет похож. С одного года. Пошли. Так. Да? Короче, на словах. Бумаги потом получишь. Зацепский твой, фуфло. В смысле? Паспорт у него фальшивый. В Умске они, конечно, не поняли. У них же в экспертизе полная нищета. А Шефер моментально установил. Поэтому его в базе нет. Ну все, я погнал. Пока. Да. Ну да, да, да. Ну все, давай. Ну, давай, не тяни уже. Хорошо. Вы не поверите, что я нарыл. Эврика. Эврика. Может, на словах объяснишь? Объясню. Зуев, киномеханик. Ларычев, порнограф. Ковалев, бомж. Все они одного года рождения. И как гласит справка из военкомата, все проходили действительную воинскую службу в одной и той же части, в один и тот же год. А вот и справка. Так сказать, в одном и тем полке. Ну, лихо. Да легко пойдете, гражданин начальник. А какой тогда у преступника был мотив, интересно? Мотивов наши легендарные, несокрушимые полно. Но это, правда, не для женских ушей. Не. Вон, череп не даст соврать, да? Надо позвонить в военную прокуратуру. Да не надо никуда, Зой, звонить. Здесь всего-то два часохода до воинской части. Октябрьский район. Ну что, череп, прогуляемся, вспомним молодость. Кирзы понюхаем, а? Ребят, ребят, мне опять надо бумагами корпеть. Зоя Михайловна, ну а вам-то зачем в часть? Там не ароматно. Да? Я нос зажму. Зоя, ну действительно, хватит. Давай действительно свяжись с вояками и прикрывай нас с тыла. А мы экспрессом. Одна на готам, другая тут. Да, еще, кстати, Зоя, не забудь. Нам нужны, нужно попросить у родственников дембельские альбомы. Нужны фотографии, где ребята молодые. Ну и желательно, чтобы они были в форме. Если у них есть эти альбомы. Конечно, есть. Ну что? Упс. Аппа, текла. Аккуратно, заляну. Аккуратно, заляну. Аккуратно, заляну. Продолжение следует... Продолжение следует... Умею, это не пропуска. Без приказа не могу. Да ты позвони дежурному и скажи, что он тебе приказал. Давай-давай, звони. Товарищ майор, дежурный по КПП сержант Лебедев. Тут двое гражданских требует пропустить их на территорию. Есть. Есть. Дай трубку мне. Давай-давай-давай. Товарищ майор, здравия желаю. Следователь Октябрьской прокуратуры города Святославля. Давно ждёте? Мы на КПП. На, поговори. Есть. Вот так сразу. Ну что, я с вами в штаб не пойду. Пойду по части пображу, с личным составом пообщаюсь. Ну, у нас вообще-то не положено. Хотя мы и не секретные. Да ладно, я сам секретнее некуда. Так, это что это ещё, а? Это ответ. На ваш запрос от такого-то отвечаем. Рядовые, Зуев, года рождения, уроженец и так далее. Ковалёв, Ларычев. Проходили срочную воинскую службу в 1-й роте, 1-го батальона. Наши войсковые части за время службы нареканий не имели. Отличники боевой и политической подготовки. Были уволены согласно приказу. Стиль, конечно, удручающий. Но что поделаешь, по форме. Да. Я вообще не за этим сюда приехал. Как? Зачем? Ну, я хотел встретиться с их командирами. Так сказать, поговорить. Да что вы. За 12 лет поменялся полностью весь комсостав. Кто-то ушёл на пенсию, кто-то перевёлся. Хотя, есть у нас такой дядя Коля. Кто такой дядя Коля? Да бывший прапорщик. Служил у нас старшиной в роте. Сейчас на пенсии. В котельной у нас работает. Так. Ага. Только... Что только? А, ну ещё нету 11. Может, его застанете трезвым. Ну да. Ха-ха. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Дила у Капелюси. Да? Нет, граф Монте-Кристо какой-то, 20 лет спустя. Телефон. Тетя Ёшка. Да? Да, тетя Ёшка. Да нет, я в область сейчас. А что? Ты что, плачешь, что ли? Что? Я скоро приеду, я приеду. Что случилось? Объясни, что случилось. Не мешай. Все, жди. Скоро приеду. Ты одна? Дай мне дядя Николая. Да, дядя Николай, часа через три приеду. Последите, пожалуйста, за тетей Ёшкой, а то у нее и так нервы шалят. Хорошо. Чего? Дед помер. Сегодня мы провожаем последний путь не только ветерана органов, но и нашего старшего товарища. Не только борца с преступниками бескомпромиссного. и нашего старшего товарища. Пока. Ты куда? Да я пойду. Субтитры создавал DimaTorzok Ну привет. Это я. Как ты? Скоро это remind меня. Дед к тебе придёт. Ну, вот. Ну, вот. Я тебе же обещал, познакомься, это моя жена, Марина. Прости, ради Бога, а… Да ладно. Ладно, пойдём. Там уже, наверное, все разошлись. Ходит с дядом, нормально, попрощаюсь. Ну, я… Пойдём. Прости. Пойдём, пойдём. Здрасте. Комитан Зорин? Здрасьте. Зорин. У нас сегодня приём окончен. Милости прошу завтра. Да я не по этому делу. Вам личность вот этого гражданина знакома? А вы, собственно, кто? Ай, извините, ради Бога. Капитан Черепица, уголовный розыск. Ну, что же вы не представляетесь, капитан? Да забегался. Вы у меня сегодня пятнадцатый. И что, значит, из самого Святославля? Из него. Видать, дела серьёзные, если и Святославля оперов шлют. Серьёзнее некуда. Ну и что наделал этот Хазов? Какой Хазов? Сергей Хазов. А вы его знали, что ли? Ну вот, с таких вот времён. Да вот же он в этом вот доме вырос, жил. Я ж чё знаю, что он с детства такой всё время урод был. То кошку какую-нибудь повесит, то масло разольёт, чтобы дети соседи бились. То возьмёт какой-нибудь бак, подождёт. Ну, отца-то не было, пороть некому. В университет поступил, в Святославле, на журфак. А через год вернулся. То ли выгнали его, то ли он сам уволился. Не знаю, врать не буду. Ну и после этого шлялся он так без дела. А тут у него мать померла. Ну и после этого он как-то квартиру продал и махнул на север. А чё он навалял-то? Да убили его. Да убили его. Ой, господи. Давай открою. Ой. Давай, давай, давай. Хорошо. Привет. Привет. Так. Ты паял бы чего-нибудь? Тошнить не хочу. Сколько тебе? Сто грамм. Так, хватит Ешка изображать из себя Некрасова в период последних песен. Ещё. Вот доживёшь до моих лет, начнёшь понимать Некрасова. Чё, на работу не идёшь, что ли? Да я отпросился. Куда я пойду, когда ты болеешь? Да что, мне уже лучше. Угу. Прости, выпей. Да? Какая Зоя Михайловна? А, а, Зоя? Да, нет, не могу. Семейные обстоятельства. Да, у нас на работе, как всегда, и без новостей не бывает. Понятно. Нет, нет, не знаю. Да, вряд ли. Арсений Саныч. Здравствуйте. Здрасте. Спасибо вам огромное, спасибо. Что вы? Спасибо вам. Сашеньку полностью оправдали. Большое вам спасибо. Да нет, мне-то за что, это же моя работа. Возьмите. Ну что вы, если бы не было вообще неизвестно, чем бы всё закончилось. Перестаньте, что вы? Да вы что, с ума сошли? Это не взятка, это конфеты от всей души. Да перестаньте, возьмите. Спасибо вам. Да это моя работа, вы что? Спасибо. Ну что вы, спасибо. До свидания. Да перестаньте, да… Спасибо, до свидания. Открой. Доброе утро, Александр Владимирович. Я… Доброе, доброе. Коробочку открой. Здравствуйте. 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 Безпоследственного. Штука редкая. А чё стоит? Рабочий день как полчаса начался. А что мне со всем этим делать? Тоже мне. Нашёл уравнение с тремя неизвестными. Нашим девчонкам отдашь. О, всем привет. Здоровеньки булы. О, конфеты. Сало е? Не я. Давай, давай, вали отсюда, череп. А в честь чего абсолютно? Да… Это кому ж такая красота? Тебе. Мне? В честь чего это? Да просто так, а что, нельзя? Можно, спасибо. Ну, слава Богу. А поставить-то некуда. О, я пойду у Людмилы спрошу. Помню, она меня из графина поила. Так, конфеты оставь. Держись. Мерси. Угощайся. Ну, что у нас плохого? А плохого ничего, только хорошее. Что именно? Череп просекретил Зацепского. И не Акивин не Зацепский, а российский хлопец Сергей Хазов. Хазов? И действительно из Октябрьска. Учился в Святославле и работал потом во всякой жёлтой прессе. А год назад погиб при невыясненных обстоятельствах. А что значит погиб? Зой, дай. Дивись. Официально ДТП. Ехал человек, ехал спокойно. Вдруг раз и с обрыва в речку. А машина сгорела дотла, труп опознали по фрагменту часов и к кольцу. Как тебе? Не, ну мы эти приколы знаем, плавали. То есть? Инсценировал он собственную смерть. Ну это понятно. А кого вместо тебя посадил? Да я тебя умоляю. Тридцать три способа могу тебе назвать. Бомжа посадил или труп в морге купил. Кирпич на газ и вперёд. Нет, ребята, это не главное. Главное, зачем он это всё сделал? А чтобы скрыться от убийцы. Да это ежу понятно. Да. Раевский, что вам нужно было сделать? Александр Владимирович. Написать заключение. Заключение. А не проводить следствие. И тем более привлекать сюда пирог. Мне вон сегодня с утра Михалыч звонил. Жаловался, что черепица совершенно перестала работать. Александр Владимирович, ну мы уже близко. Значит так. Дела отдать все мне. Я сам закончу и отпишусь наверх. А вы, голубушка, просились в отпуск? Так вот отправляйтесь с понедельника. Точка. Запятая. Дело по убийству Ковалёва наше. Его убили на нашей территории. Что же это такое делается-то, а? Нет, чтоб зайти, посоветоваться. Нет, это втайне. Под одеялом. А мне вот из военной прокуратуры приходят копии документов. А я даже не знаю, что это, к чему это. Пришли… Александр Владимирович, разрешите ознакомиться, а? Спасибо. Даю неделю. Иначе мне голову оторвут. Мне нужно заключение. Кстати, сотрудничество за моей спиной с другой организацией является грубейшим нарушением субординации. Но это же поклёб, Александр Владимирович. Ведь вы сами подписали письмо. Да, правильно. Подписал. То, что вы мне суёте, я подписываю. Вы мне опять суёте, я опять подписываю. Потому что я думаю, что вы ответственные люди. Неделя! Идите. Ну вот, собственно. А потом? А потом он говорит что-то. Как? Что Иванушка не видел? Пойдём перекусим с нами. Шеф меня к себе на ковёр вызывал. Знаете, как отметелил? Вы тоже только что с ковра. Да? Я вам больше ребят не помощник. На бытовуху меня перевели. Да ладно, не переживай ты. Пойдём с нами обедать, я оплачу. В кафешку. Чё такие весёлые-то? Ладно, пойдём, пойдём. Там расскажу всё. Короче, всё подтверждается. Хазов, он же Зацепский, Ковалёв бомж, Ларычев порнограф, Зуев киномеханик. Все они, орёлики, служили в одной роде. И так сказать, с нашим убийцей хлебали щи из одного котла. Толку-то? Как ты из этих щей его вылавливать собрался? Пока не знаю. Смотрите, убийца предупреждал Хазова, то есть, ну, Зацепского, то есть Хазова, так? Тот знал об этом, сделал себе фальшивый паспорт, так? Уехал в УМС, инсценировал собственную смерть, но не вышло. Убийца заманил его в ловушку всё равно, и... Кого же мы ищем, а? Человека не средних умственных способностей, это точно более. Когда мы получим списки личного состава, а... Правильно, Зоя, правильно. Хазов стопудово служил с нашим убийцей в одной роте. Вы что, с дуба рухнули? В роте 200 человек. Вы что, их всех собрались проверять? Слушайте, а хотите самое смешное, а? Ну, хотя смешного тут мало чего вижу. Он специально, он знает, что мы его ищем. Специально для нас Икса рисует. Хочешь, чтобы мы его остановили? Да нет, вряд ли. Хочешь, чтобы мы что-то нашли, связанное с этими шрамами. Кого же мы ищем, а? Не все. Кто же ты дядя? Вы знаете, мне кажется, что он действует по определенному плану. А... Последовательность там есть, определенный порядок. С чего ты это взяла? А потому, что зачем ему тащиться из Плаха в Умс, когда у него под носом две жертвы Светославли сидело? Зачем делать такой крюк? Для бешеной собаки семь верстный крюк. Может, он не сразу их нашел? Ларычева-то водочного короля и не найти? Нет. Зойка права, у него есть какой-то алгоритм. Есть. Хазов Ковалев. Угу. Пожалуйста. Ларычев. Так, я ничего не понимаю. Ну и где твой алгоритм? Я ничего не вижу. Аналогично. Стоп. Зацепский. А теперь? Видимо, Зоя Михайловна, это не для средних умов. В школе учились. АБВГД помните? Ну, соображайте. Ты что, хочешь сказать, что он убивает по алфавиту? Нет, Черри. Он убивает по списку. А вот список составлен по алфавиту. З-З-К-Л-М-П-Р-С-С-Т. Ну, братва. Ну, что же это за шизик такой? Значит, следующий саблин. Какой саблин? Ты что, не помнишь, что ли? Нам же дядя Коля прапор в части рассказывал. Ну, тот, который с ними служил и больше всех зверствовал. Ну, Дембельский альбом, помнишь? Фотографии. Да, точно. Так, прием пищи заканчиваем, рота на выход. Да, обязательно надо его пробить саблина. Обязательно. Ого. А товарищ саблин у нас проживает в городе Герои Москве, генеральный директор ЗАО, родился, учился. Угу. Четыре ходки. Нехило. Вымогательство, мошенничество, тяжкие телесные, опять вымогательство и так далее. Угу. Полный джентльменский набор. Кличка Боря Кулак. Да, ребят, это нехороший человек. Давайте не будем его спасать. Нет, придется попытаться. Только кто из нас в Москву-то поедет, а? У Зойки вон завал, ей надо со списками разбираться. Сень, ну ты же знаешь, я бы суда вам, но мне Михалыч и так веревку мылит. А у меня тетка не в здравии. Ну, привет. Сенечка. Ну? Сеня. 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 Ну, как ты? Хорошо. Нина. Ниночка. Да-да, Ева. Сеню надо покормить. Ева, Ева, я все сделаю, не волнуйся. Лежи спокойно. Ну, тебе же сказали, надо вылежаться. Кто сказал? Пойдемте, пойдемте ужинать. Пойдемте. Пойдемте. Так, скорая приезжала? Приезжала. Но не дергайтесь, ничего страшного. А то, что она языком еле ворочает, это ей укол сделали, успокаивающий. И вообще, вы не волнуйтесь. Ходите на работу, занимайтесь своими делами. Ну, а я, если не возражаете, я, ну, здесь заночу рядом с Евой на диванчике пару дней, пока она не клемается. А если мне надо будет уехать на пару дней? Ничего страшного, уезжайте. Все будет в порядке, не волнуйтесь. Пожалуйста, вот, кушайте, а то остынет. Нина Ивановна, присядьте на секундочку. Да. Вы, вы простите, простите, но я бы ухудшил мнение о вас. Ну, в связи с той ситуацией, когда Ешку уволили. Мнения меняются. Люди тоже. Ничего страшного. Все хорошо. Спасибо. Так, Зойка, пробей через военку. Их медкарты. Может, там перелом и ушибы. В общем, ты сама все знаешь. Я, как с этим Саблиным встречусь, сразу же тебе отзвонюсь. Так, что я еще хотел сказать? Ты уже все сказал. Причем три раза. Ага, хорошо. Черт, еще две минуты. Так, о чем это я? Да, в общем, ты все сама знаешь. Значит, с Балашовым встречусь, он, может, нам посодействует. Да. Так что вернусь либо завтра, либо послезавтра. Ты позвони. Сейчас, секунду. Хорошо. Шефу соври и скажи, что я с теткой сижу. Если что, он меня, в принципе, на неделю отпустил. Так что... Не волнуйся, я все поняла. Главное, позвони. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как сама тебя чувствуешься? Нормально? Ну, ладно. Все, давай, вечером тебе перезвоню. Давай, целую. Юнга. Сисич! Сисич! Здорово, Юнга. Сисич! Дорогой! Позмужал. Позмужал, позмужал. Да. Серьезным стал. Конфеты, я забыл. Это вам из Святославля. Спасибо. Подарок. Спасибо. Ну как там дома дела? Хорошо, нормально. Москва. Москва, вон она. Москва стоит, гудит, все куда-то спешат, куда-то едут. Красиво. Ничего, ты знаешь, сначала тяжело было, а сейчас привык. Даже нравится. Ну да. Без рыбалки вот немного страдаю. Понимаю, Сисич. Сисич, у меня к вам маленькая просьба. Мне нужна ваша помощь. Подержи. Нет, Сисич, вы неправильно меня поняли. Помогите. Ну конечно, чуть что, сразу Сисич. Это вам. Ладно, ладно, шучу. Давай так, сейчас обеденный перерыв. Так. Пойдем в парке, на скамеечке посидим. А то у меня уже в кабинете голова пухнет. Цвета белого не вижу. Да, да, договорились. Там все и расскажешь. Да. Я, понимаете... Свободен. Я с ним. Понимаете, дело в том, что... Ну, во-первых, в твоих размышлениях есть огрехи. Какие? Если ваш этот маньяк или, как ты говоришь, мститель действует по списку, как фамилия последней жертвы? Ларычев. Ларычев, а этого? Саблин. Саблин. Значит, между Л и С есть еще М, Н, О, П, Р. Эти маньяк по списку пробивали. Зойка пробивает. А кто такая Зойка? Николаева. Тоже следователь. Ох, юнга. Ладно. Значит, смотреть дальше. Нет, ну тут, конечно, думать надо, думать. А что думать? Ну, хорошо, допустим. Ну, почему ты думаешь, что это кулак? Ну, Саблин. Ну, потому что предполагаемый мотив — месть за дедовщину. А Саблин сильно лютовал, и поэтому... Ну, во-первых, это только твои домыслы. У тебя нет ни конкретных фактов, ни улик. И вообще так преступников не ищут. Не-не. Экспертиза, есть что-нибудь конкретное? Ничего. Он вообще следов не оставляет. Ну, вот это неправда. Так не бывает. Значит, либо плохо искали, либо затоптали. Да. Ну, ладно. Мой тебе совет. Поезжай в Святославль, и каждую фамилию по списку. Так... Опера пускай отрабатывает. Да ну, год на это уйдёт. Ой, год уйдёт. А ты как хотел? Это только в кино, в ментовских сериалах. Раз-два и готово. Преступник найден, пойман. Все герои. А в жизни, знаешь как? Прежде чем поймать или найти, нужно ещё мозоль заработать в одном месте. Сисич. Ну, ладно, ладно. Это я так. Не грусти. Встретимся мы с твоим Саблиным. Хотя ты против правил. Что я ему скажу? Ума не приложу. Здравствуй, милая моя, я тебя дождался. Мы так переживаем за вашу жизнь. Спасибо, Сисич. Спасибо. Причитается. Сисич, мы с вами как три топали на Плющихе. Два. На Олимпийском. Что-то он не очень-то торопится. Да не дёргайся, Арсений. Такие люди не кидают, а если кидают, то сразу в яму. Шучу. Странное он место нам для встречи назначил. Ни одной кафешки, ни ресторана, вообще ничего. Ну, для встречи, может быть, оно и странное. А для стрелки в самый раз. Вот и клиент. Сисич, пожалуйста. Моё время на весь золото. Так что, излагайте покороче. О чём базар? О вашей безопасности. Вы о своей позаботьтесь. Простите, а вам что-нибудь говорят фамилии? Ковалёв, Ларычев, Зуев, Хазов? Ничего. А если вспомнить службу в армии? Допустим. Понимаете, их уже нет, всех в живых. Упокой, господи. Что ещё? Вы знаете, что они все убиты? Вам это ни о чём не говорит? Бывает. Что ещё? Арсений, ну, если человека не интересует то, что мы располагаем сведениями, что в вашей жизни тоже угрожает опасность, ну, тогда всё. Мне? Опасность? Я рад, что я вас развеселил. Скажите, вам кто-нибудь угрожал в последнее время? Угрожал мне? Да я его к муху раздавлю, если он всунется. Извините, что мы потратили ваше время драгоценное. Это всё? Да, спасибо. До свидания. Поехали. Ну что, говорю я тебе, пустая эта работа из болота тащить бегемота. Да, вот так стрелка. Ну ладно, ты не переживай. Я тебе тут работу нашёл. Ну, чтобы поезд поправдать. В Москве кроме Саблина проживает ещё один из твоего списка роты, некто Бугровский. Бугровский, да. Ну вот, на дня на два тебе работы хватит. Поживёшь пока у меня пару дней. Ну, если тебя, конечно, в Святославле никто не ждёт. А может, на вокзале? Нет, Сейсич, лучше у вас. Ладно, пошли. Спасибо. Я понимаю, Калугин, что ты не станешь ни физиком, ни математиком, но для того, чтобы решить простую задачу из учебника, не надо быть Эйнштейном. Понимаешь? Здравствуйте, простите, пожалуйста, вы не подскажете, где я могу найти Бугровского Леонида Вячеславовича? Здравствуйте, это я. Да? А вы папа Еликова? Нет, я, к сожалению, вообще ещё пока не папа. Я из прокуратуры. Вот моё удостоверение. А мы не могли бы с вами пройти и поговорить? Калугин, ну чего ты выжидаешь? Давай бегом. Готовься к контрольной и смотри у меня, а то парочку склопочешь. Да, я вас слушаю. Пройдёмте. Зоя! Зоя! Ну что тебе? Подождать не могла, пожар. Тебе графин ещё нужен? Нужен. Когда отдашь? Когда цветы завянут. Ну, они были, как бы вам сказать, как, я даже не могу слово подобрать, неандертальцы, понимаете? А кто именно? Ну, все, кого вы называли, я, правда, уже позабыл. А, Саблин. Саблин, Саблин, Ларочев, потом вот этот дзюдоист. Ковалёв. Ковалёв, Казов, ну короче, садисты. А в чём заключался их садизм? Вы в армии служили? Да, я служил, я на флоте. Понимаю. Хрена редьки не слаще. Ну да. Первые полгода, конечно, были сплошным адом. Гоняли по полной программе. Обслуживать заставляли. Ну, короче, у каждого деда был своего рода денщик из молодых. Он ему хэбэ сирал, воротничок подшивал, там сапоги чистил, ну это как бы норма. А этим было всё мало. Например. Дайте. Я же говорю вам, что зверствовали. Особенно вот этот Ковалёв любил тренироваться на молодых. Каким образом? А самым простым. Поставит у прохода и лупит ногами по почкам, пока не упадёшь. А упадёшь, лупит по голове. Бывали случаи, что даже приходилось в санчай сволочь. Ну что же, они даже командиром своим не жаловались? Да и не смешите вы меня. Вы же в армии служили. Ну да, да. Леонид Вячеславович, а можно вам ещё один вопрос? Над кем из молодых они больше всего издевались? Кому больше всего доставалось? Всем, всем доставалось. Особенно вот этот саблин, зверствовал. Саблин? Однажды заставил двоих салабонов языками вылезать ему сапоги. От голенища до подошвы. Ну ладно, извините, пожалуйста, мне пора идти, у меня урок. Да-да, конечно. Благодарю вас за помощь следствию. Да. До свидания. Слушаю. Алло, Арсений? Да. Привет. Слушай, а у меня потрясная новость. Ты просил медкарты проверить? Так вот, слушай, что я нарыла. Так вот, некоторый рядовой Мухин в течение первого года службы пять раз госпитализировался в санчасть. Диагноз один и тот же, адаптация. Думай, как хочешь, а что-то долго он адаптировался. Как? Как говоришь фамилии этого болезненного юноши? Мухин? В Химках? Ага, хорошо, ладно, пробью. Всё, всем привет, давай целую. Всё, пока, вечером позвоню. Давай. Что значит пропали? Как могли пропасть документы в паспортном столе, а? Ну, сам не понимаю. Будем разбираться. Ну что, Женя? Сергей Сергеевич, всё перерыли, как корова языком. Ну, вот видите, безобразие, согласен, но вы не волнуйтесь, виновных мы обязательно накажем. Да что, мне толку, что вы их накажете? Мне фотографии нужны, фотографии. Да ну вас. Ну, Женя. Ну что? Добрый день. Здравствуйте. Просите, пожалуйста, вы не подскажете, где здесь дом номер девять? А по какой улице-то? Космодемьянской. Нету, милый, нету. Как нету? Здесь он был, девятый-то. Теперь вот площадка. Хоть погулять людям стало где. Хорошо, что треснул. Как треснул? Ну, пополам треснул. Хотели небоскрёб построить, а мы отвоевали, чтоб площадка была. С плакатами ходили, депутатам писали, милиция нас гоняла. Понятно. Спасибо. Нет. Как нет? Очевидно, затерялись. Куда затерялись? Куда-нибудь. У нас здесь такой ремонт был, так с ним такой яролаж. В голове у вас яролаж. А вот не стоит хамить. Хоть вы и следователь, у вас таких прав нет. Вы знаете, сколько студентов обучается у нас в институте? Нет. Это вам не средняя школа. У нас архив. Ладно. И, между прочим, здесь не справочное бюро. Ну, лично я его не помню. Представляете, сколько народу проходит через наши руки. Все они больные и с головой они не дружат. Ну, как их запомнишь? Ну, да. Кстати, молодой человек, вот тогда и нашим отделением заведовал незабвенный профессор Попов. Великий был человек и, вы знаете, учитель мой, но... Ну, рассказать он нам, к сожалению, ничего не сможет. Скончался. Такая вот печальная история. Ну, что наша история? Так. Давайте смотрите. Что наша история? Так. Так. Результат ТКТ. Так. Так. Все понятно. Так. Молодой человек. Ну, упуская подробности и... Чтобы не утомлять вас медицинскими терминами, сообщаю следующее. Опухоль мозга и ушиб легких. Ну, впрочем, пульмонология не по нашей части. А это может быть результатом ушиба, травмы? Ну, вы знаете, это может быть, может не быть. Нам не важно, как она образовалась. Нам важно, как лечить. Да? И как же его лечили? Вы знаете, мы пытались его лечить радикально. Но он от операции отказался, здесь письменный его отказ. Вы знаете, может, он и правильно это сделал, потому что шансов на выздоровление у него практически не было. Опухоль была сильно запущена. Угу. Получается, он с опухолью так и ходит, да? Ходит? Да что вы, ну три года прошло. Вряд ли, наверное, его на свете нет. Простите. Телефон. Разговаривайте. Спасибо. Да, Сисеич? Да полная труба с Мухиным. Дом снесли. Никаких документов вообще нет. Да ни одной фотки даже нет. Сеня! Сень! Послушай, Юнга, заткни фонтан наконец и послушай меня. Да, да. Вот так, молодец. В общем, короче, грохнули твоего саблина. С тобой поведёшься, хлопот не оберёшься. Да вот, вот именно. Да только сейчас. Вы только что сообщили. Да. Давай. Я, я как раз туда собираюсь. Да. Записывай или запоминай адрес. Да. Да. Есть чем записать. А натоптали, да натоптали. Ну, слонопотамы. Ребята, вы идиоты или как? Я говорю, не топтать. По башке настучать. Светлана Георгиевна, вы на лавочке сидели? Да. Вы что-нибудь видели или кого-нибудь? Никого. Ну, как никого? Вы только что сказали, что видели саблину. А надо? Ну, вы скажите мне, что сказать надо, я и скажу. Алексей Алексеевич, я думаю, что это ваше дело. Ваш городской масштаб. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Вы? А вам что? Это Раевский, следователь прокуратуры. Раевский Арсений Александрович. Очень рад. Из Святославля. Мы немножко побеседуем. Хорошо, конечно. Да. Арсений, подожди, пока не забыл. На, кого-то ещё. Что это? Ещё один персонаж. Фамилия Порохов. Однокурсник. Однокурсник твоего. Ну, встретиться, побеседуй. Мало ли чем, чёрт не шутит. Спасибо, Алексей Алексеевич. Ну, а теперь вернёмся к нашим баранам. Видишь, как всё. Заказуха чистой воды. Вышел из дома, стал подходить к машине и... Весок. Вон, с чердака стреляли. Из винтовки. Винтовку уже нашли. Так, значит, Мухин в городе. Я же тебе говорю, что это не твой персонаж. Чистая заказуха, из винтовки, никаких шрамов. Не-не-не, Сейсиевич. Трудно с чердака щёку-то порезать. А приблизиться к Саблину ближе возможности просто не было. Ну, если он такой педан, как ты говоришь. Что у него всё по плану, всё по списку. Ну, дождался бы более подходящего момента. Нет, Сейсиевич. У него не было возможности ждать. Он умирает. Скажите, а вы можете мне рассказать про Мухина? Можно ты, да? Да, можно. Расскажите мне что-нибудь про Мухина. Ну, Муха, конечно, был парень со странностями. Но он был фантастически талантлив. Знаете, это перестройка, смутные времена. Вот и все сразу за компьютер рвались, а знали-то об этом всего полпроцента. Понимаю. А фотографии у вас есть? Помните, я вам звонил по поводу этого? Я перерыл весь архив. И у него, что самое странное, то затылок сфотографирован, то плечо. И ни одной фотографии с лицом. Ну, я думаю, он, он инстинктивно отворачивался. Это в его стиле было. Понимаю. Ну, а описать вы его сможете? Внешний вид, я имею в виду. Может быть, у него какие-то были особые приметы, были? Да, были. У него был шрам на левой щеке. Как икс. Крест-накрест. Икс. Так, все, хватит уже. Ничего не соображаю. Да, хорошо в гроб кладут. Узнаете? Я Мухин. 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 Икс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вам важно знать, как и самое главное, почему я это сделал. Вот завтра и расскажете. А вот завтра, завтра может и не наступить. Наступит. Воды. Можете дать воды? Все, не могу больше, пора домой. Пора. У нас там пожрать-то есть чего? Да я откуда знаю. Черт, кому там не спится, а? Да. Что? Что? Сам? Попробуй на проходящий поезд. Подожди, что за тревога-то? Мухин пришел с повинной, дает показания. Так, погоди, я тебя провожу на вокзал. О! Здорово. Подельничек. Как он? Ну вот, караулем эскалопа. Эскалопа. Хрен редьки. Вы по поводу… Мухина. Мухина. Кома. Состояние тяжелейшее. Полночи откачивали. Пока это все. Черт. Короче, нет у нас никакой признанки. Все опять вилами по воде. Черт. Заходи. О, привет. Привет. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Здрасте, Зина. Зоя. Зоя. Ой, простите, ради бога. Память стала уже подводить. Все-таки надо Арсений предупреждать, что приходишь не один. Яшка, мы никакие. Зоя всю ночь не спала. Я тоже глаз в поезде не сомкнул. Мы пойдем, передохнем. Ну ладно, пойдем. Хорошо, сварю вам кофе. Ты бы лучше лежал. А то ведешь себя как маленькая, а? Только оклемался и сразу скок по скок. Иди ложись. Грабу належусь. Крепкий сварить? Крепкий. Так, Зоя. Ляг подремли. У нас с тобой еще... Еще полтора часа до работы. На. А ты? А я там прилягу. Нет, так не пойдет. Я посижу с тобой. Господи. Перестань интересничать. А? Ты себя видела? Еще у шефа рухнешь в кабинете. На. Спи. Да я все равно не усну. У меня в голове вертолет какие-то. Все кружится. Я не сказал спи. Я сказал просто полежи. Или просто отдохни хоть. Я не понимаю, почему Мухин именно ко мне пришел? Откуда он узнал, что именно мы его ищем? Как он в здание вошел? Я ж говорил, он умнее нас. Ну, тогда зачем он пришел виниться? Тем более, все равно он уже при смерти почти. Ну, потому что список исчерпан. Все, что он планировал, он сделал. Поэтому? Да, много секретов. Да, и ни одной улики. Господи. Дай Бог, чтоб у них все сладилось. Вас отпустили домой по семейным обстоятельствам. Для ухода за больным родственником. Вот позвольте задать вам один вопрос. Я звоню вам домой, а мне говорят, он уехал в Москву. Как это называется? Это называется вранье. А я вранья не потерплю. Александр Владимирович, он ездил по делу Мухина. Какого Мухина? Ну, это по-нашему убийца. Вот мне где ваш убийца. А потом… Николаева, а с кем это вы по ночам запираетесь в кабинете? А потом туда вызывают скорую. Это был Мухин. Опять Мухин. Чёрт знает что. Да потом, а почему вы приходите на работу к обеду? Мы проспали. Нет, детский сад какой-то, а не прокуратура. И мне опять обзвонился Александр Фёдорович. Говорит, что ваша черепица на грани увольнения из уголовного розыска. Кстати, где он? В больнице. Мухина караулит. Так. Объясните мне, наконец, дураку, да так, чтобы я всё понял, наконец-то. Кто такой этот чёртов Мухин? Чудо. Действительно чудо. Очнулся. Плохо себя чувствует, но разговаривает. Хочет немедленно видеть Раевского или Николаева. Я за них. Он сказал, Раевского или Николаеву. Доктор, пока не доедут, ему может опять поплохеть. Хорошо, пойдёмте попробуем. Да, головоломка. Александр Владимирович, к вам Болков. Хорошо. Ещё что-нибудь? Спасибо. И какой чёрт тебя понёс часть в Умск и так далее? Он тебя элементарно вычислил. Это же оперативная работа. Ей должны заниматься профессионалы, оперативники. Да вот, черепицей занимался. Правильно. Вот, черепицу он, скорее всего, и не вычислил. Хотя парень не промах. В прокуратуру ночью, дверь, ногой. Да, мы до сих пор не понимаем, как. Охрана сказала, что он предъявил удостоверение старшего следователя генеральной. Фальшивая, да? Ну, естественно. Ты же сам сказал, что он компьютерный гений. А для такого, что поделку сделать, что базу данных скрыть, ерунда. Так что, вероятнее всего, он знал о вас всё. А вы ничего. Получается, если бы мы не напортачили, то кто-нибудь из списка мог бы остаться в живых. Не обязательно. Хотя напортачили вы немало. Но главное, зачем он оставлял шрамы? Зачем явился с повинной? Александр Владимирович, мне кажется, что он хотел, чтобы тайное стало явным. Так сказать, докопаться до причин, до... Правильно. Правильно. Ведь вы понимаете, что такой умный и рассудительный человек, зная, что он может в любой момент умереть, неужели не оставил вам никакой ниточки, никакой версии, никакой подсказки? Наша задача — найти её. Где и как? Ну, первое, надо продолжать поиск однополчан. И второе, у него в больнице остались вещи, надо их как следует перетряхнуть. Вы кто? Вы кто? Уголовный розыск. Старший уполномоченный Черепица. Раевский или Николаева? Да они сейчас далеко. Раевский или Николаева? Я же вам говорил. Кассета в театре глухо. Сестра, Нина, двадцать кубиков. Так, значит, может, он и прав. Действительно, Мухин оставил нам где-то подсказку. Только, только дураки мы проглядели. Череп, череп, иди сюда. О, чего там? Дай попить, а? Ну, говори давай. Короче, на несколько секунд пришел в себя. Так. Потом опять в отключку. Черт, хотел кого-то из вас свидеть. Со мной сначала говорить не стал. Сначала, а потом? Не знаю. Может, он, конечно, бредил. А может, что-то там такое в театре глухо. А, кассета. Думаешь, это есть подсказка? Не знаю. Звучит правдоподобно. Он мог свои показания на кассету записать. Только что значит в театре глухо? Так, ладно, будем думать. Пошли пороемся в его личных вещах. Может, его и найдем. Пошли. Так. Носовой платок. Ручка шариковая. Фотография. Баба какая-то. Да, это его жена. Она умерла. О, записная книжка. Это уже что-то. Ну-ка. Нормальный ход. Ни одного номера. Дай-ка я взгляну. Черт. Так. О. Сень. Сень. Чтоб я так жил, а? Как думаешь, сколько здесь? Фига. Тысяч десять, не меньше. Так. Нет. Даже мобильника у него не было. Ничего, кроме денег. А кроме денег ничего и не нужно. О них все можно купить. Бо. А я нашел. Но математика, это не мой конек. Это не математика, Юра. Это шифр. И как нам его прочитать? А я его уже прочитал. Это список Мухина. Который час, а? Без пяти. Ой-ё. Ребят, я до дома до хаты. Мне накостыляют еще завтра за сегодняшнее. А шеф на нашей стороне. Я тоже домой, нам в одну сторону. Ну, ладно тогда. Зоя Михайловна? А, Юрий Георгиевич, простите, а можно Зою Михайловну на минутку? Понял. Ну, Зоя Михайловна, а я тут подумал, может, пойдем ко мне домой, а? Чайку попьем. Ну, еще раз покумекаем. Ну, про подсказку, а? Какой ты смешной. Но я сутки дома не была. Мне надо тебя в порядок привезть. Я же женщина. М-м-м. Сеня! А? Постой, ты куда? Обедать. Отстаньте обед. Где списки роды? Где-где? В сейфе, где ему быть? А что с тобой? Чего ты так дышишь? Со мной ничего. Если поешь, пойдем. Куда? Сейчас покажу. Куда ты меня ведешь? А там есть, чего поесть? Е. Что Е? Глухов Виталий Андреевич. Ну? Ну, проби его по базе. Ну, сейчас. Давай. Так. Ух, ё, сколько их здесь. Это все не наши, не наши, Виталий Андреевич. А, вот наш. Вот наш женат. Не судим. Так бису все, иди, працюи. Чего? Работает он где? Час. Вот, Святославский академический театр драмы. Механик сцены. Да. Зразумью. Череп, слушай, перестань. Говори по-русски, а? Не истери, что случилось? Короче, я знаю, где подсказка. Я-то услышал, в театре глухо. Он же хрипел, понимаешь? А он на самом деле сказал, что в театре глухов. А кассета это еще? Ну, после всего получается, что он глухого ее и оставил. Слушай, и как ты до этого допер, а? Да у них вон позавчера директора грохнули. Да. Короче, случай. Бог изобретатель. Чего? Да ничего. В смысле? Не важно. Пойдем. Не, ребятушки, ну он свалился, как снег нагло, честное слово. Звонит мне с проходной, вот в тот день, да, и говорит. Привет, это Муха. Узнаешь? Я говорю, ну, узнаю, как бы, да, Мух. Он говорит, хочу встретиться. Я говорю, ну, а почему не встретиться? Ну, давай встретимся. Поднялся он ко мне, да? Я его, честное слово, не сразу и узнал. Ну, как бы, когда ни красит, да. Ну, только по шраму. Узнал его, да. Откуда у него эти шрамы? Да. Уроды. Кто? Ну, вот эти вот, кого перечисляли, это. Саблин, Ковалев, Хазов, Зуев, опять же. Ну, Зуев так, он жополист, да, там шестерка у них был просто. У нас хиляк, его соплей перебьешь. Поэтому он так просто пристроился, чтобы ему бы не попадало. Просто он, как бы он там с ними ошивался. Так, Мух все-таки с ними совсем поквитался. Блин, они ржали еще, когда он его список принес. Прикинь, да? Что за список? Ну, там, ну, там была история. Мы, в общем, пока и когда еще служили, да, вместе. Вот, все разрозненно были, поэтому летали по казармам, как веники, да. И приходилось и говно руками убирать, и зубными щетками там туалеты драить. И по-пластунски мы по казармам ползали там, шныряли. Ну, в общем, как у людей все. Все, да. Пока это Саблин не придумал новую потеху. Говорит, вот с этого дня, кто проштрафится, тот будет дерьмо мое жрать. Вот так сказать. Ну и что дальше там? Мухин, Мухин, в общем, влетел и, ну, че, опускаться никому не хочется, да, и он, конечно, послал их всех подальше. Ну и, в общем, его тогда знатно, конечно, они его отметили, или вообще его круто попал он в санчасть. Бежал долго, выкарабкался долго, но выкарабкался. Возвращается он в роту, и вся эта гоп-команда во главе с Саблиным к нему. Че, привет, золобон. Ну, че, привет. Говорят, че, отдумался? Отдумался, говорит, и в торец сразу Зуеву. Молодец. Зуев, ну, молодец. А потом, а не давай сразу ему, Мухину, ребра считать. В общем, он так весь год и маялся. В санчасть, в роту, в санчасть, в роту. Ну, в общем, не сломали его. Крепкий, держался. Понятно, понятно. А что там со списком, вот, со шрамами? А вот список, как раз, вот, после шрамов, вот из-за шрамов, да. Там какая ситуация, значит, была, вот, рассказываю. Перед сам уже дембелем, вот, Саблинцев, да, поймали они-таки Муху в туалете, связали его по рукам и ногам. Ну, мало того, отметили, да ну вот, это всегда бывало так. То есть он же к этому привык. Еще потом взяли все, помочились на него там. В общем, все это неприятно. И Саблин ему ножом на щеке шрам. Разрезал щеку, в общем. Вот, представляете, сволочи вообще. До следующий день я сижу в столовке, у нас обед. Вот, сижу, кушаю, входит Муха. И прямиком к столу у Саблинцев идет. Они всегда за одним столом там сидели, всегда и сидели, да. Подходит он к ним и в кулаке бумаженцию какую-то, да, дает, записку. Тебе разворачиваю, давай ржать. Ларыча встает, Мухе, дуф, Муха, тресь, упал. И потом уже Муха говорит, ну ты че, ходишь, злишь ты их. Вон они уже все, вот сейчас на дембель уходят, чего уже там? Уже все, уйдут и больше ты их не увидишь никогда. А он говорит, список я им дал. Я говорю, че за список? Он говорит, а это список, в какой очередности я их потом убивать буду. Вот я, я ему не поверил. Че слово тогда вот? Так бы, может быть, все по-другому было бы, вот так вот. Понятно. Понятно, а вот с Мухиным где вы встречались? Тогда, когда вот он звонил вам с проходной. А, здесь и встречались. Он вот как поднялся, вот как вы сидите, вот сидел Муха, а я, ну вот, я как, я сижу. Еще ящичек у нас был, ну выпилим, ну мы не вытяжелый. Так, легкую булочку раздавили. Понятно, а о чем говорили? Ну, так вот, о том, о сем, том, о пятом, десятом. Ну, если вы вот о тех уродах, мы не разговаривали, если вас это интересует. Да нет, нет, нет. Как бы ничего мы не обсуждали. Ну, а че об этом говорить, это как бы неприятные вещи. Нет, меня не это интересует, меня интересует, может он что-нибудь вам передавал такое, что-нибудь на хранение, нет? Нет, ни денег не просил, ничего не передавал. Ничего ему не надо было, просто встретились, просто поразговаривали, просто ушел и все. Понятно. Подожди там, ну ты че, че ты, лампу, ну ты че делаешь? Там, там под напряжением все, ты че, обалдел что ли? Расслабься. Убьет тебя в конце концов. Расслабься, череп. Ты куда? Череп. Че, че ты полез-то? Череп, расслабься. Я ее вижу уже, вон она. Че это? Ух ты! Дай-ка. Про Евскому Николаеву, ребят. Че слово, вот под носом, видимо, оставили, я не видал, честное слово. Ну поэтому и не видали, что под носом. Да. Такая фигня. Я, когда на Димбель вышел, со временем, конечно, забылись все эти армейские ужасы. Потом молодость, ясное дело, учеба, хорошая работа. А потом погибла Аня. И мне стало просто неинтересно жить. Забросил работу. Меня уговаривали, я посылал всех к черту. Денег было валом. А зачем? Двое штанов на себя не наденешь сразу. А когда мне врачи сказали, что и мне жить осталось год-другой. Да. Я даже как-то вздохнул с облегчением. Ну вот, думаю, теперь закончится вся эта маята. Но я такой человек, что терпеть не могу недоделанных дел. Как-то разбирал бумаги. Я наткнулся на этот список. Да. Список. Точно-точно он. И понял, что теперь я просто не имею права умирать. Алгоритм нарушится. Алгоритм. И первым в списке был Жуев. Жуев. А? Не узнаешь? Мухин и я вместе лямкой тянули. А, привет. Ну ты смотри, не узнаешь. Ну вспомни, сам ли меня пометил. Узнал? Привет. Привет. Слушай, давай это дело отметим. Ну когда еще однополчанин встретишь, а? Согласен? Можно. Не можно, а нужно. Пойдем. А где? Пойдем. Да вот, недалеко. Пошли. По дороге взяли спиртного. Я ему сказал, что остановился за городом у приятеля. Ехать полчаса. Так что пусть он прикладывается, не стесняется. А я за рулем Нинеи. Приедем, я его догоню. Но он и наприкладывался. Зуев. Зуев. Везет тебе Зуев. Уйдешь под наркозом. Меня не успокоило это первое дело. Не успокоило. Я не увидел его страха. Даже не уверен, что он меня узнал. Даже не уверен, что он узнал меня. Я решил, что действовать буду по-другому. Хазова я встретил случайно. Простите, у вас свободно. Угу. А ты поправился, Сережа? Узнаешь? Не торопись. Пищу надо тщательно пережевывать. Вижу, узнаешь. Помнишь, что я тебе обещал? Убить тебя. Вот время пришло. Ты откуда взялся, Огрызок? Тоже мне. Тень из прошлого. Короче, еще раз мне встретишься, в порошок сотру. Отвали. Дай пообедать. Да, ты Зуева помнишь? Ну? Советую поинтересоваться его судьбой. Ты ведь журналист, у тебя свои источники. Приятного аппетита. Был, конечно, риск, что он побежит в милицию, но это значит, надо сознаться в том, что он творил. Но он пошел по другому пути. Когда я узнал, что он погиб, подумал, что уж как-то больно складно. И тут мне пришлось поработать сыщиком немножко. Но в отличие от вашего брата, я за информацию хорошо платил. Вот тут языки и зашевелились. Короче, купил он этот труп в морге. Вместо себя мертвого бомжа посадил в машину. Мне это потом рассказал тот мужик, который ему его продал. Ну, да. Главное, сменил дурак фамилию. Так-то он в списке стоял последним. А тут пришлось его переместить. Меня зовут Лена. Да. По телефону? Не могу. А, ну, как мэр развлекается с несовершеннолетними. Да. Потому что я тоже в этом участвовала. Нет, только при личной встрече. Приходите один. Фотографии будут при мне. На детской площадке в сквере. Хорошо. Ну, как? Сара Бернард. Спасибо большое. И он, идиот, клюнул на эту чушь. Развела, сука. Привет, Казов. Ты что это? Ты что? Что за шутки? Какие шутки, Серёжа? Я обещал. Я сдерживал обещание. Да ты, погоди ей. Да ты что ты? Ну, хочешь денег? Чё ты хочешь-то? Я хочу сдержать обещание. Ага. Ну, отпусти меня, пожалуйста. Ну, отпусти. Отпусти меня, пожалуйста. Ну, прости. Ну, что, Муха? Даже сжался? Салабон! Он и через 15 лет! Салабон! Второй пистолет меня спас. Всего надо дублировать. С Ковалевым вышло хуже. Он сразу за Жальзяку схватился. Не успели поговорить. А с Ларчевым мне просто повезло. Он без охраны ходил. Храбрый. Я следил за его офисом. Смотрю, выходит. Садится в машину. Поехали за город. Я сижу у него на хвосте. И вдруг он тормозит. И я сижу у него. И я сижу у него. У него. Ты че наешь? Саблина найти было легче всего. Его морда даже в Москве бандитской напечатана. Только добраться к нему было тяжело. Охрана, сигнализация. В лесок его не выманишь. А я ему тоже хотел х на щеке написать. Но я уже чувствовал последние дни, что вы мне в затылок дышите. И здоровье кончается. Могу где-нибудь упасть и не встать. А этот выродок останется жив. Федоров пришлось издалека. С чердака, как в кино. Ну все, хватит для первого раза. Да, какой-то фильм ужасов. Но все равно придется досмотреть времени, то у нас в обрез. Тем более скоро в финальные титры. Остался Федоров. Тут все и пошло наперекосяк. Я знал, где Федоров живет и где работает. Он был последним в списке. Поэтому мне бояться было уже нечего. И я решил с ним расквитаться средь бела дня. Прятаться уже не было смысла. Но все пошло не по плану. И я решил снять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И я понял, что не смогу завершить алгоритм Вот и всё Стоп, кто такой Фёдоров? Ну, наверное, шестой, кто же ещё? Да, но в записной книжке только пять строчек Да есть там Фёдоров, только он не в списке дедов, а Мухинского призыва Он чем-то ему насолил, да? Да не знаю, но это же не важно, важно, вот Чистосердечная царица доказательств Ну да Зоя, возьми трубку Прокуратура Да-да, Николаева слушает Понятно Что? Ага, спасибо Ну, что, кто? Всё Не нужна нам царица теперь Скончался Мухин, не приходя в сознание Чёрт Ну вот это плясалися Епифанов, ещё не выходил? Епифанов Слушай, вон он Да, да, туда, туда Правильно, правильно Вот ты, 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 ты Да и очень даже приятно Добрый вечер, я Ребяточки, ну я же всё уже рассказал Ну, ну что вы начинаете опять? Простите, у меня есть ещё один вопрос Да, кстати, познакомьтесь Николаева, следователь, моя коллега Очень приятно Николаева Глухов Ну, ты, наверное, с девушкой пришёл меня знакомить Ну, задавай свой вопрос А, да, да, конечно Я у вас хотел спросить про Фёдорова Вы служили вместе, помните такого? Ну, как это, чучело, не помнить? Конечно, помню Это он Мухи своими руками щёкой разрезал Подождите, вы же говорили, что это был Саблин Саблин ничего своими руками не делал А Фёдоров? Ну, Фёдоров чего? Фёдоров человек тряпка Своей воли не имел Саблинцы рулили им, как хотели А он выполнял все их приказания Вот такой вот, такой вот исполнительный солдат Потом перевели его в другую часть Очень переживали Как бы до дембеля дожил старичок Вот такие дела у нас были Что-то ещё вам, может быть, рассказать? Да, спасибо Нет, всё понятно Спасибо за полность следствия Так а чё? Муха и Фёдорову, что ли? Да нет, ему, слава Богу, повезло Так Муху-то можно проведать? Как он себя чувствует? Увы Что? Отлучился Ой, ёшкин ты кот, блин Ну, я когда тебя в первый раз увидела Ты мне так не понравился Студентик такой В очках Противный Не обижаешься? Нет, не обижаюсь Тоже мне секрет У тебя всё на лице было нарисовано А ты что про меня подумал? Что-то и зануда О, ну так и есть, да Кстати говоря, а как тебя занесло в прокуратуру? Попутным ветром Пришёл я с флота Пытался поступить в кулюк Пролетел Потом пошёл работать в ЭКУ Ну, и как-то втянулся Потом поступил на юрфак На заочное Ну, как-то всё пошло, поехало А тебя-то что? Сподвигло, а? Муж юрист У тебя есть муж? Был Но он нам ел с игруш Об остальном буду говорить только при адвокате Сменим тему? Ну? Сменим 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это нереально Реально А ты с детства хотел моряком стать? Нет, в детстве я хотел быть индейцем Так это же не профессия Ну тогда я думал, что это профессия Северный флот! Привет! Как дела? Нормально Зойка, пойдем дальше Сядем Э, мужики Давайте Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok